хлопчики мы в такие шагали дали но шо зима заканчивается правильно уже зуд появляется и хочется и короче мы в дальняк отправились в леса аллаху не понравилось сейчас я блин насал я горит на тебя в аван а и потихоньку так это писает он тоже старенький уже становится как и я это простота у него увеличение в любом случае ну еще знаете когда у тебя есть это не скопила рам то блин как-то дровы тебя привлекает ну как дурак ходим там смотрим ушли далеко короче из нас чего так это смотрим как наполеон и все блин везде вокруг там на места бывших этих пожарищей побоище где тефтонские там и чукотские эти побоище эти невские смотри что нашли и вот это блин ну это во всем и так шагали шагали и наши ходулики устали ну думаю сейчас перекурнем потом опять шагать начнем правильно и тут херака вот такая фигня инопланетянина или чё и вот только это знаете это вот какой-нибудь лошара был такой как диванный там любитель охоты он бы так нихера не понял а джигит то мудрый-мудрый я очень мудрый я вообще как дерзу обоссала это самое и значит это посидел подумал понюхал везде прошелся по кругу и знаешь что думаю откуда тоже эта штука должна взяться и нашел пацаны а короче это блиндаж блин ну орки притащили блин ну да ну красивый конечно блин но это ну херово сделано раз крыши улетает правильно и что смущает немножко блин ну ну тупенькие ну ка ну блин а надо окошку открыть наверно а вдруг капкан где-то блин засада на дверь как открывается все еще бушку за солнцем а волна был он херой нихера себе будет любить его и все блин йохи-палки тут боинг можно построить блин локет ага д буквы написать чё пчеты блин арчонок ты блин веровочка с привязали майн год новый ханерки купили люменки накупили на заварили его вот блин я бы так жил были за херей зеленым покрасили блин ну-ка давай закроем и это и на бугуре как это топольный плюс чихи поставили ну ёлки-палки ой тупые блин ну кто так рубит а блин ну смотри окны все просвечиваются ты сидишь там как чмо блин тебя видать со всех сторон еще окне теле паются блин надо вообще чтоб темно было что такая вашей видно не было блин дырочку оставил блин там как очко у орка когда его дрон бомбит украинский это ну и так это чтоб ствол только просунуть и все блин и видно что было увидишь же блин там если ведьметь или лосяра или чё придет нас от реки стволы габарин я аж прямо плачу блин а но ну ладно а шурупы який купил и бог ты мой люменки вы это же боли вот болен охотники не подписат а главное ты блин если ты аутфитер или охотник ты должен подписать эту херню блин и когда сезон закончится ты должен убрать через несколько неделёв а нам это плевать все пацаны на самом деле мы ушли далеко далеко конечно это разведка разведка пацаны ботиночки промокли чё ты творишь аллах ну нахера блин шо я тебе сделал такого ну пошел я на специальную это прогулочную обосрацию ну чё это значит что лишь на меня надо вас откидать или чё даже березы есть короче это вот эти самые блин которые там это мы не стойлер они плотники там и не губите не губите они взяли все загубили здесь а потом это лесничество требует от них чтобы они все прибрали у ю ю смотри болень не распустився то бы я для тети оли сорвал бы матры який красивый и я тут был как-то пару лет назад и было так классно по песчаной дорожке приезжаешь сюда тут стал как развернулся противозенитную батарею выставил и это самое не зенитная бывает и это короче не сожгли все эти кучи ведь это этот хлам вот хрен сыну здесь лежали штабеля штабеля такие дров и когда после рассунулся закрыта дорога закрыта все блин а и это ну так и положено лесовые службы так требуют от них но я думал болен если там остались эти штабеля я прочищу я боб-ката пригоню блин я бензопилы заведу блин да чё блин деды зря что ли правильно воевали то ахах нихера суки все вывезли были успели как гады такие боленок зла на них не хватает более ну пролет чё ж теперь придется саму знаешь в тайгу лезть и смотри какие стоят поспилакали усе мудаки болина ну поспилакали то ладно это мы одобряем нашу вывезли блин что для дяди вову не оставит ему вообще не одобряем вот так вот издалека смотрится у нас классно но будучи бы это на месте этих ребят я бы конечно поставил где-то новичном островок деревьев да или там даже вот чуть дальше ну среди деревьев или хоть на фоне деревьев зачем на открытом я понимаю в тактику медведя вам можно везде прикрыть прикормить и его там это ну в лесу поставишь приводу и ништяк будет олень любит выходить сюда покормиться вот здесь все открыто солнечно ведь как болотинка такая низинка немножко здесь трава пойдет и они очень любят такое открытое пространство ну и они чувствуют себя более в безопасности не увидят если подкрадывается там койота или волк и они могут ноги в зубы и умчатся правильно же неси меня олень свою страну тюлянью где это самое не ну смотри ну ёлки-паки ну ты смотри какие красавчики путь это самая болен и снежники где-то на сопках короче подснежник цветет а кедры уже нихера не вырывается в небо болен зачем спиля колы и вывезли на песок один пожар здесь пожар и поэтому разрешили деревьям пожар как-то это ну слегка повредил деревьям навредил я вам покажу потом еще что-то это круче разборчивые были лесорубы не тяпля были ну ну как-то тяжело бегло так на пальцах показать и камера всего не охватит но ведь его что-то валяется да и это бывало чья по молодости такой притащу домой через пилораму и потом такие получаются как и называется пим четырехгранный такой выпилишь длиннющий тяжеленные но это хорошая древесина чаще всего а просто знаете ну как они это киев за три дня взяли сливки сняли остальное а на хер не себе не людям это раз там загортали а почему не сожгли не знаю пороха цирел на но в любом случае но как-то это но места неплохие но дорога сюда где-то около километра или два через и они ее всю-всю-всю завалили вот так вот типа таким образом знаете потому что здесь когда я приезжал это не просто как это ты можешь на легковой машине приехать песчаная почва все красиво так дорога была все пока не закончили работа не все это убрали чтоб народ не совался и ради этого мне по моему не стоит сильно тут убиваться но за один день я мог бы расчистить эту старую дорогу для квадрика допустим и потом квадриком с тележкой вывозить 4 рейса и большой прицеп полный он бывает хороших высты сейчас другую кучу покажу обычно пожарные останавливаются вот в таких вот местах потом похоже перескочил он видит как низинка как ручей и не то что останавливается умудряются еще пожарники их остановить как-то потому что ну чаще всего низовой такой ползет по почве и когда влага появится то останавливается и но увидите вот здесь вот они сожгли все и бы столько дров было столько чурбаков и а что меня поражает вот этот кустарник весь да он это очень хороший такой это красная как-то там называется вот там еще по пояс они везде растут лосины и такая сказка ну на удивление не вижу чтоб лоси покушали возможно волки возможно волки здесь это немножечко обиджают хреново смотри но это поля тополя ясно тополя блин здесь вообще или осина или как брезгует народ а я бы взял на дрова горит нормально сажи побольше немножко ну видите вот здесь очень часто такие гнилые тополи у него характерно видите внутри сердцевина начинает поднимать то есть и который был хороший они забрали забрали там и видимо на дрова продали население или не знаю что вообще это у нас училась очень много это лесоразработки который производится не то что помирает а мебеля надо или сейчас все там пластик блин из китая а это палп палп перемалывают чтобы это ну чтобы этим ну дебилом когда там следующие там это вирус чтобы это на туалетную бумагу им хватило блин они же не знают что можно как джигит настоящий с чайником за их уходить и жопу подмывать правильно но обязательно были только бумагу надо смотри какие дерева смотри вот такие вот они пилятами прямые довольно толстые тополя но внутри они часто как советские гнилые поэтому не популярны ну вот как то так видно да что это ну почему нормально это просто листьями прикрыла а так это песчаная и дорога сюда была нормальная а потом это самое в натуре блин правительство сказала не пойдет фабрики рабочим короче жопу крестьянам и дяденька на приехал на большом скала 3 все перемесил на чтоб ни одна падла сюда не совалась типов ни себе ни людям блин ну такие вот суровые законы матри кустик зацвел ну ладно проведали успокоились мы будем знать что есть здесь дровишки так на один год если хочешь но смотри ну чё ну чё ну чё я буду в этом дерьме ковыряться что ли блин прочищать дорогу или чё я буду это ехать на квадрики и скакать что ли по этим буерыгам чё я чуть для этого что люди ты воевали были нам или подавать хорошую блин широко это чтобы блин это трепал нам кудри ветер высоты блин чтобы можно было красиво ехать блин чтоб если самка ети тебя увидит чтоб тоже не испугалась правильно оси как чмо здесь да не не буду я тут этим буераком елось ну на 3 матришка зарабылой ноги в по нам мама а был песочек помню прилихов сюда и у встав сюда и ну как вы смотри яких широкий эти гусеницы знать ну блин орки ну смотри что зарабылой с дорогой фу блин стыда на вас это самого и греха нету елки-палки вот еще раз включил камеру чтобы быстро показать ведь как пожар шел низовой такой папа 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 полу крался видите там внизу немножко деревья так обуглил эти на березках хорошо видно ну и уже ну вот по сухим деревьям пока покорей немножко наверх понимался есть обугленные стволы в принципе да низовой такой пошар и ну беды он наделал наверное я так полагаю если огонь снизу дерево атаковал то она уже не очень счастлива и соки уже не так наверх по стволу бегут и слабеет и паразиты еще на свете ну так вот а была дорога смотри как было песочек просто ой красивая была дорога ну с одной стороны знаете это правильно конечно одобряешь в правительстве у нас не дураки сидят правильно если за три дня то за три дня они это просто но если открыто оставить ум сейчас будем чагу посмотрим а если открыто оставить народ будет соваться на квадриках то все орки они везде орки знаете орки это не национальности это просто это состояние души они здесь начнут пятники тут пожары грибы херни всякую спахабят все охотиться любят они особенно особенно у нас есть такие нации которые древнейшие на этой планете они самые первые ну это я так шучу это индейцы им сидя и все можно и раньше то у них не было автомобилей правильно а сейчас есть автомобили и если еще им дороги такие путики открыты капец пиздец извините вообще ничего не останется короче живого они как русские все что шевелится блин это убивая то все что женского пола трахать как ты так было это пацаны не чага че-то будет вообще блин заболтались это блин сосинки тут стоят похоже на берез обманчиво вот если вы думаете что это доблестный советский воин тут нациков искал и так на советском пайке так тонко дристалл то ошибаетесь это к это говоря рябчик вот тоже рябчик видите зимовал ночевал нашего за ночь они как очень много таких кучек и покрыл стуха то позовите вот такое да представляете так подъехал до распредел так на чурочки и уже это несколько дней зимой можешь улыбаться ну а вот тут березовый лес вещь там наверно блин это самая болен за тот самый загнивающий запад там геи голубые у меня орки недавно начали радовать еще интересное евтаназия эвтаназия там наверно по по русскому телевидению им объясняют что здесь капец это люди волки короче дети родителей сдают в дом престарелых когда тебе 45 или 50 исполнце тебя автонизирует и все блин ну всякую херню блин какие они мягкоголовые любой говно блин это скажи они все верят блин такие радостные хорошие березки правда так что это да там короче было загнивает не там там был да там был загнивающий запад а здесь это белая приятная такая российская березовая роща как вот как у русского человека душа прямо прямо хочется василия шикшуна оживить опять и пойти и обнять эти березки и вот этих мухомолов наломать и оркам дать и пузжут сука они еще лишь лукавят они блин как русские олигархи блин это в мухосранский это хрен вам блин только это перед это московским и дворцами это асфальт положат и все и так и вот эти глаза замазали лишь это чем дальше выходу тем вообще капец как лишь и комиссия приедет с умным видом ой да не пролазная дорога виша потом дальше уже так это ладно пацаны это вот этот блин это я знаю у многих это такого настроения это значит они на очень на высоте потому что дядя его по информации не проводит ну маленькую давать такую по информации просто пацаны вот это если честно у меня ломка просто ломка блин всю жизнь жил и нормально счастливо жил понимаешь вот 9 ноября там или 7 там или когда херак и а тут блин уже сколько лет флажки покупаю ни хера ни хера ничего чего вы охерели что ли чё не будем праздновать что великую октябрьскую блин владимирилическую там это ну блин а потом блин это 9 мая вообще-вощей бы ну сука ну так хорошо было блин это блин крым на что все блин дт 72 завели блин ходим по красной площади так амбри всем грозим сука болен нагнем были только суньтесь если на повторим были а сейчас и не знаешь блин стирать протянки не стирать готовится не готовится блин или фанерные муляжи по красной площади будем таскать или вообще нихера чего все что ли блин это за все сдурели что ли вообще никакой гордости не осталось что ли деды сухой воевали а вы теперь блин чё и праздновать не хотите что ли блин европа так расслабиться вообще испугается блин нюх потеряет давайте пацаны что-то думать блин чё такое чё теперь 9 мая вычеркиваетесь календаря что ли или просто дома бухать блин это соловьёва слушать блин и себя стучать в грудь шуму блин повторим сука повторим досмотрим следы ну важно не забывать что мы это в таке это просто через тайгу идет такая дорожка а ведь вот наш лет в принципе здесь это не знаю после зимы нам никто не ездил еще скорее всего да нет других следов ага ну и здесь я и рысей может помните ролики снимал семью там где крысят и игрались и медведи был постоянно это гуляют почему я вышел посмотреть потому что это ну пока я ходил в лес видите уже мацал приходил мишка вставал нюхал мацал запачкал мне машину приходи сучок и мой теперь блин ну это так я проехал немного там на дороге была большая куча волчий помет шерсть давайте немножко поговорим простых российских обывателях значит ну то есть о дровах о чурках а вот эти дрова мне не очень нравится вот почему потому что это кора на них и когда заносишь домой всю зиму так как-то было знаете ну закидал в печку а потом еще надо веничком подмести остается мусор типа на полу знаете и так это нам когда сухая отлетает как-то это когда пилишь и когда укладываешь и везде срач такой а мы люди благородные мы блин и самая пассионаты заканчивали на хер нам это нужно правильно нужно таких чтобы без это самое без коры были но сожгли все здесь вот это мне не очень нравится мне нравятся такие как я уже сказал что без коры которые несколько лет пролежали но пару ребят меня с изумлением спрашивали о блин эти сосновые говорят нам плохо у горишь там то все блин это ну скорее всего русские байки почему потому что но средневековые печи там три колодца то все тяги нету люди угорают здесь таким даже близко не пахнет во вторых смола это прелесть представляете купил дрова тебе еще вы нашпиговали их смолой которая прекрасно так горит и то есть этому увеличивает коэффициент полезного действия так намного и люди очень любят смолистые дрова в принципе ну даже когда вы всю европу освобождали тоже бился в тесной полянке там что-то и на поленьях там слеза была как смола ага и чтобы это доказать просто или подтвердить там где я живу когда-то в девяносто пятом был пожаром 2005 и большие дерева упали и лежали и потому что они пламенем объяты были они не очень гниют и высохли до злона я как-то попилю и у меня есть несколько полянец таких или один дровник полный такими дровами и я вот сейчас весной добрался просто это ну красивейшие знаете просто такие вот пути по этих только уже им лет 10 20 и это сухие легонькие закидываешь в печку в них и рати планету почему пацаны да потому что смолы немая немая куды вона подевалась и не знаю под течением веков короче и это самое вот эти службы которые древесину продают сырый материал они горевший лес не берут почему потому что объяснение простое под воздействие после пожара короче под воздействием высоких температур это ствола меняется ствола говорю блин смола в стволах блин меняет свою консистенцию потому что древесина она живу это были она как опилки правильно как мозги советского человека ни хера себе чё это блин полынешь что-то нет ну и она это ствола блин смола соединяете правильно блин ну древесину держит крепко так как товарищ путин гопников своих ага и это блин и короче когда это после пожара консистенция это меняется стволы и смолы и херовая древесина получается ну как то вот так вот и доски попилишь они развалятся потом она хера нам это надо правильно поэтому это самое блин поехали домой а тормознул на пути домой еще одно место проверить что мне не нравится например на трассе знаете ну то есть машины ездят блин а я это не люблю когда много мудаков вокруг я люблю когда тихо спокойно здесь неплохое место нужно несколько прицепов дров набрать просто в принципе пилить и сюда выбрасывать и потом покрыли эту проехать привет хороший ну забьем это в память значит и там видно будет